Всем привет, друзья! Это канал Роза Зануза и я Светлана. Ну, так сказать, отвечаю на вопросы телезрителей. Мне кто-то написал, Светлана, вы очень пренебрежительно относитесь к чайно-гибридным розам. У вас типа и особо ничего и нету еще, а вы тут, понимаешь, роетесь. Я не отношусь пренебрежительно к чайно-гибридным розам. Я просто хочу их собрать всех в одно комфортное место. Во-первых, потому что кусты узкие. Во-вторых, потому что чайно-гибридные розы в зимовке более капризные. А у меня сырой и холодный участок. Каждый год у меня чайно-гибридники вымерзают почти до прививки. И, конечно, это зрелище, так скажем, грустное. Вот у меня до всех этих пересортов было 17 чайно-гибридных роз своих. Сейчас с пересортами их стало 30. Большая часть из них, порядка 10 штук, это красенькие. Вот эти вот еще сейчас стоят где-то метр двадцать высотой. Сейчас осенью они выкинут базальники почти под два метра. И, так скажем, общая композиция, ну, совсем не смотрится. То есть чайно-гибридная роза это своеобразная роза. Тем более в моей коллекции сейчас половина это, ну, роз старой селекции, да, когда они на самом деле были, так скажем, не сильного здоровья, не лучшего габитуса, габитуса, куста, ну, и т.д. и т.п. Поэтому я хочу их собрать в одной клумбе. Максимально найти место, которое будет солнечным, непродуваемым, теплым. Но после моего подсчета 30 штук, это, конечно, круто. Это не маленькая клумба нужна. Вот. Ну, я еще думаю. Время еще есть. Значит, потом по поводу, по поводу, по поводу, сейчас буду вспомнить, по ходу пьесы буду говорить. Так. Анна Герман выложила сегодня видео. Молодец, Герка. Не остановить. Нас не догонит, называется. Хотела тебе, друг мой, Аннушка, показать клематис жгучий. Вот он. Но я тебе сразу хочу сказать. Сидел долго. Долго думал. Вот, понимаешь, надумал наконец-то. Здесь два Пьера-де-Рансара. Ну, тут вот должна быть арка когда-нибудь. С одной стороны Пьер-де-Рансар и с другой. Новых сортностей я практически не сомневаюсь, потому что они из приличного питомника. Из немногих роз, которые получены из приличных питомников. Но, хе-хе, сейчас я вам расскажу. А, кстати, твой сад. Все, законченный попей с питомником твой сад. Вот она розочка. Это, скорее всего, Deep Water чайно-гибридная. Ни одного сорта мне не пришло от них. Вместо трех Golden Celebration 3 Керрио. Вместо трех Солид 3 Рене Гассини. Вместо двух Жон Поэта. Тоже что-то желтенькое, но не Жон и Поэта. Вместо Фольстапов Deep Water. Это, кстати, очи феи. Хаосенькая. Так, вот, следующий вопрос. Мне пишут. Светлана, вы с таким восторгом говорите о пересорте. Так нельзя. А то так и будут нам слать пересорты. Ну, какой же, друзья, мой восторг. Астрид Графин фон Ханденберг. Красотка, пахнет. О! Какой же это восторг, когда у меня развалилась вся моя композиция. Все мои клумбы, которые я долгими зимними вечерами сидела и собирала в кучу. Клумба в холодных тонах, клумба в теплых тонах, клумба с пеострыми розами, клумба с розами цвета утопленец. Ну, я имею в виду Коколоках, Аня Дижон, Макароза. То есть этих роз у меня нету. Зато у меня эмельешечка-гиешечка психованный. Ну, сейчас вроде выправился. Кстати, Эльдорадо цветку уже вторая неделя. Ну, то есть полторы недели. Ну, он, конечно, уже страшненький. Ну, а у меня с этим пересортом развалилось все. Развалилось все. Поэтому сейчас я думаю о том, что, куда, как соединить. Вот тоже клумбочка. Вот это вот вообще парадная зона. Почему я хочу ее как-то сделать яркую, интересную. То есть вон там стоит машина. Это вход, дом. Варюшин домик. Зона отдыха. Вот это клумба, в которую я хотела. Остинки многие меня отговаривают. Так, ну, здесь еще в горках сидит Вайкики. И это роза четырех ветров. Вот еще, кстати, непосчитанная бандуринская. Нет, это не бандуринская. Это роза четырех ветров. А вот она. Вот в одном горшке, вот в этом, сидит 10 саженцев ашрама. Ашрам в кавычках раз. Ну, и уже видно, что ашрам в кавычках два. Мадам бандурин, козлище еще тот. Вот в этом сидит черебренди. Ну, или наоборот, я уже, честно признаться, не знаю. Там были такие смешные веточки. Но здесь, может быть, даже что-то будет и черебренди, или ашрам. Посмотрим. Вот. И я хочу сделать здесь красиво. Потому что вот эта клумба с локсами, вербейниками и пионами, ну, она мне не нравится. Да, участок большой, да, есть куда сажать. Но участок сырой и низкий. И мест, которые не затапливаются весной, не так много. Это как раз то место, которое не топится. А вербейнику, мне кажется, плевать, топится оно или нет. Вот здесь тоже. Это старая роза, которая у меня растет уже пятый год. Фердинанд Печат. Ну, слезы не роза, но, честное слово, ребят, ну, вы мне... Ну, как хотите. Ну, ни о чем. Она выкидывает вот эти удочки. Цветет на конце побега. И не сказать, что пышно. Роза тоже достаточно старая, не самая популярная. Вы поймите, я же покупала розы или мне их дарили. Это было, так скажем... Ну, розы и розы воткнул. На зиму ей на нее сахарный мешок надела и забыла. Весной до пня отрезала. Пошла так пошла, не пошла, и бог с ней. Это же меня только поздней осенью прошлой втыкнуло. Хочу розы! И втыкнуло меня, да, втыкнуло. И я все равно добьюсь, я буду это делать. И сейчас я посчитала, у меня 152 розы. Из них 32 старенькие. И 118 новеньких. Ну, короче, 152 розы. Вот. 122 новенькие. И 31 старенькая. 153. Вот. Но учитывая вот этот вот кошмар с пересуртом, естественно, развалившиеся мои композиции, я ж не могу просто так насажать. Я ж дизайнер, я художник. Ход шоколад. Мне нужно посадить, чтобы это было красиво. Чтобы это было сочеталось, чтобы это было по цвету, чтобы это было по высоте, чтобы было красиво. Поэтому я мести бабов цветет не переставая. Очень молодец. Вот у меня должно было быть минервы. Минервы. Вместо минервов у меня мести баблс теперь. Четыре штуки, если не пять. Они должны были бы все быть в холодной клумбе. Клумбе круглой, в холодных тонах. Вот, пожалуйста, массивчик. Из розы юбилей принца Монако. Что это? Это вот такая вот плитушечка. По предварительным данным, француза журанвиль. Пять штук. Прошу любить и жаловать. Пять штук журанвилей, каких-то неизвестных породой зверей. Пахнет, правда, потрясающе. Потрясающе. Но на жаре цветок не держит. Не знаю. Пять штук, конечно. Одну Ольге отдам. Одну Гале. Куда еще-то три? Кому журанвиля ядрить? Вот. Так что пересорту я совершенно не радуюсь. И не восхваляю питомники, которые прислали мне вот эту вот кучу этого говна. Ну вот клумба в теплых тонах, круглая, где выпала все-таки одна якобы принцесса, фу, принцесса, жена поэта. Выпала одна изида стыд. Но я еще раз говорю, что это моя вина, не питомника. Потом вот вторая клумба, которая должна была быть в теплых тонах, когда весной пошел, пришли вот эти все розы в зеленых платьях. Я поняла, что я их не посажу сюда. Я так ее и не стала доделывать. Но сейчас я ее буду, естественно, доделывать. Я ее все обрызгала гербицидом. Потому что столько корней, я тут умру ее вытаскивать, эти корни. То есть это вот... Сейчас я, кстати, встану. У меня тут лавочка стоит. Выдержит она меня. Опа! Выдержит. Вот она. Клумба в круглых тонах. А вот здесь вот полукруг. Я хочу его сделать. Он достаточно большой. Хочу его сделать остинками. Но это самое солнечное место. Не все остинки, кстати, любят полутень. Но это я веду к тому, что на осень у меня заказаны розы. Розы заказаны в приличных питомниках. Розы заказаны в питомнике Элит. Хакурнищики. Прическу я и тут вчера поправляла. То что-то, видимо, я не очень хороший циренник. Фёст Леди. Бутончик набирает. Ну так хорошо кустики развиваются, в общем-то. Какие-то лучше, какие-то хуже. Здесь, допустим, Индигалета лучше развивается. Фёст Леди тормозит. Здесь Фёст Леди тормозит. Фу, Индигалета тормозит. Фёст Леди лучше развивается. Да, ну так вот. Хакуру пришлось подровнять. Да, кстати, Аннушка, еще раз тебе говорю, что я прочитала, это не из личного опыта, но я прочитала, что укореняются черенки Хакура Нишики. Не тоньше одного сантиметра толщиной. Поэтому всё, что я с неё срезала и попыталась начеренковать, бесполезно. Если хочешь, весной, если в нашем садовом центре будет, привезут, я тебе куплю одну штамбовую Хакура Нишики, если она будет по такой, в общем-то, приятной цене, 1250, я тебе куплю и отправлю. Ну так вот, я заказала саженцы в Элите, я заказала саженцы в Нью-Джерси, я заказала саженцы в Мишкиных розах, я... Всё, да? Всё. А, и у Тимофея. Да, и у Тимофея. То есть, собственно говоря, вот, смотрите, мы вчера тут с Олегом Сергеевичем что сделали. Мы сеточку натянули с внутренней стороны для винограда, для Озы, обрезала солиту. Солитушка пошла в рост, куколка. Здесь у меня Рамира. Тоже будет к чему крепиться. Это княжик. Не очень хочет расти что-то. Ну, ничего, вроде пошёл. Вот, это Розанна. Но Розанна не такая шустрая, как Рамира. Здесь ещё дочистить надо. Это наш старый виноград уже. Вот я его к сеточке и такими специальными садовыми хомучеками, которые развязываются. Оля Руашки купила тоже. Вот. То есть, сейчас я почему посадила все эти розы по грядкам. Сейчас я их собираю мысленно и на бумажке в новые клумбы. Потому что, например, розы в зелёных платьях это вообще, ну, мы уже все поняли. Это супер просто, пупер вообще пересорт. Но факт в том, что, понимаете, вот, допустим, если розы сад, пересорт, это Lady in Red красные, чайно-гибридные, да, розы наших бабушек. Ну, Хулио Иглесия, спасибо. Есть что-то такое, да, интересное. А розы в зелёных платьях тут, ну, хорошие сорта. Пожалуйста, Misty Bubbles, пожалуйста, Pastella, пожалуйста, Pierre de Ronsare. Вот уже два Pierre у меня есть. Ну, вот, пожалуйста, вам. Кто это? Это третий Pierre. А должен быть Поли-Рояль. Вот. Я думала, хоть будет Поли-Рояль один. В итоге, пожалуйста, раз Pierre, два Pierre, три Pierre. Три. И два, которые у меня сидят на арке. У меня пять Pierre, товарищи. Пять. Пять. Как я могу говорить замечательно о пересортах? Я просто не делаю из этого трагедию. Я считаю, что в жизни хватает плохих моментов и есть чему другому расстроиться, кроме как пересорт урос. Все пристроим. Это, возможно, разорем Юторсон. Все пристроим, все посадим. Ну, тоже, пожалуйста, Pastella. Это вообще должна быть Элянджелет. Ну, ладно. Это я к тому, что отвечаю, так скажем, на некоторые вопросы, что пересорту я совсем не радуюсь. Это, для кого-то это вообще трагедия, понимаете. Вот кто-то делает из этого прямо трагедию. Я понимаю, у людей места мало, у них вот каждое место подписано под каждую розу. Я все понимаю. но у меня пока такого нету. У меня есть не так много подруг, конечно, которые увлекаются розами, но парочка точно есть, которые не откажутся. Очень хорошо. Кустик букову нарос, розолита тоже. Вчера почистила эту глядочку. Вон, какой буковушечка. дает много прироста. Это, по-моему, усадьба роз. Разолита уже бутончики набирает. Ну, в общем, вот так вот, друзья. А вот эта вот клумба, она здесь бестолковая, бессмысленная. Здесь жарко, горят они здесь, эти папоротники. горит монарда, ей сухо. Вытягивается от того, что сухо ромашка. Вот им тут вообще не место. Она высокенькая, тепленькая. Сюда чайнички посадить все вместе, разбавить их каким-нибудь Вероникой какой-нибудь, будет вообще огонь. Поэтому я совсем не пренебрежительно говорю об этом. Да, и по поводу того, что ой, как вы справитесь, вы вообще подумали, как вы это будете закрывать на зиму. Зачем вам столько роз? Подумайте, посмотрите в следующем году. Да, у меня нету следующего года, ребят, я не хочу ждать. Я не хочу, может быть, у меня его нету. Роза открывает, показывает свою красоту на третий год. То есть, это, если я не посажу сейчас, весной, осенью, значит, я потеряю еще год. Я буду сажать весной или смотреть следующее лето, как они будут развиваться. Потом только осенью буду сажать. Я, самое ценное сейчас, что может быть в моем возрасте, это время. И оно у меня еще пока есть, но я хочу его потратить с толком. Пока у меня есть силы, у мужа есть силы, мы разработаем, посадим. что-то будет выпадать, что-то будет пересажено с одного места на другое, как, допустим, эта несчастная рапсодия энблю, которая хотела очень жить, хотела очень свисти, и она попыталась это сделать, но в итоге цветы все сгорели на солнце, она заболела жуткой черной пятнистостью, сейчас уже, я думаю, я уже не знаю, чем она заболела, не знаю, в нулю в пень срезать, но вот пошли новые побеги, ее отсюда надо убирать, в общем, какой-то розы, конечно, очень жалко, что так у меня с ней не сложилось, но у меня будет осень у нее герцогиня Фредерико, это я вам пока по секрету открою один сорт, который я заказала, герцогиня Фредерико, вау, все, Ангелу надо обрезать, Нью-Даун цветет, ой, девки, смотрю у вас, Оля 40 соток, да у всех, клематисы у вас цветут, нет, вы посмотрите, козел, вот он только начал открываться, да еще и цветочки-то какие-то некрупные, а ведь кормленный, поенный, вместе с розами, да вы посмотрите, это что такое-то вообще, кошмар, нет, у меня вообще средняя полоса России вообще зона рискованного земледелия, а мой участок это зона вообще не знаю какого земледелия, поэтому не отговаривайте меня, я буду пробовать, пока живу, дышу, пока ручки-ножки работают, пока я горю, пока я хочу, я буду это делать, и будет у меня прекрасный розовый сад, ну, через 2-3 года, конечно, но стараться нужно уже сегодня, так, акура-нишики показала, жгучий показала, кто-то мне что-то еще просил, а, Людочка-хакасия, Людочка-хакасия просила, это вот гортензия этого года посадки, кандилайт, но они у меня не хлорозят, Люд, я их ничем вообще не кислю, ничего не делаю, абсолютно, то есть они сидят в земле, в которой сидят все мои растения, так, вот эта ванила фрайс постригла, но все равно, так скажем, не сильно крупные соцветия, но зато она дала базальники, вы знаете, она столько лет у меня сидела без базальников, я уже думаю, что за растение такое, ну как так, почему не дает базальники, вы представляете, дала базальники, именно вот это, а тут вторая ванила фрайс, листва хорошие, зеленые, никаких тут хлорозов, ничего нет, а вот это вот не дала базальники, вот у нее старые, старые эти побеги, уже этим тоже, наверное, шестой год, их в коробочках покупала, вот, все, видео и так получилось очень долгим, но мне хотелось поговорить, да, кстати, душицу срезала, душицу срезала, Олег Сергеевич Веников навязал, будем всю зиму чай пить, вас вспоминать, вот, открылся Акрополис, этот бедный вообще тут аж вытянулся, это тоже, между прочим, Акрополис, надо здесь почистить, еще покороче почикать, потому что я ее резала ночью, дню к ней подойти невозможно, все в пчелах и шмелях, миндаль еще на, на штамбе, кстати, хакура не шики может вымерзнуть, поэтому я штамбовые розы пока не заказываю, если у меня хакура выживет, то может быть и штамбовые будут, но хакуру не пригибают, ее нужно укутывать ей места прививки, вверх, ладно, это уже следующая серия, все, всех целую, всех люблю, всем пока!